Для всех, кто неравнодушен к судьбе нашей страны, понятно, что под вывеской интеграции экономического сообщества происходит реинкарнация Российской империи. Россия пытается восстановить былую мощь. Ясно, что это в принципе неосуществимо. Это чистейшего до утопия. Восстановить былую мощь Советского Союза Россия не в состоянии, но усилиться за счет таких слабых государств, где во власти находятся антинародные личности типа Нурсултана Мазарбаева, Россия безусловно может. Что касается Евразийского Союза, я думаю, что мы повторяем эту ошибку, которую совершили несколько лет назад. И мы фактически отдаем России часть суверенитета. Дело не только в том, что в течение 20 лет укреплялся авторитарный режим. Все строилось под одного человека. Все другие институты демократического общества порой функционировали формально. Это декоративные структуры, допустим, тот же парламент, да и вообще вся веть представительной власти. Но параллельно с этим, параллельно с тем, что Назарбаев сосредоточил в своих руках всю власть, как пишет Сергей Булсана Абдильдин, фактически после парламентского переворота Назарбаев стал всем. Он стал и главой Верховного суда, и стал главой правоохранительных органов, главой Генеральной прокуратуры, он стал главнокомандующим казахстанской армии, он возглавляет и исполнительные органы, фактически возглавляет и парламент. Но параллельно с этим шло давление на общество, и все делалось для того, чтобы убить в народе, прежде всего в казахском народе, инстинкт свободы. И очень многое сделано в этом направлении. Здесь можно вспомнить и репрессии по отношению к средствам массовой информации, здесь можно вспомнить и репрессии по отношению к лидерам оппозиции, здесь можно вспомнить и политические убийства, и многое другое. И вот сейчас, когда страна находится в преддверии подписания Евразийского союза, что означает частичную потерю независимости, гражданское общество молчит, или почти молчит, ропщут, выступают отдельной личностью, отдельной организацией, но этого недостаточно, чтобы остановить аккорду. Я считаю, что, безусловно, это логическое завершение всего того, что творила власть в нашей стране, в том числе по отношению к обществу, в котором во многом убит этот инстинкт свободы, который всегда в кочевниках был, жил, и это едва ли не главное преступление режима. Я думаю, что Россия, кремлевские правители прекрасно осознают, что лет через, допустим, 40-50 Россия будет уже не способна включить Казахстан в состав Российской империи, потому что демократическая ситуация в России очень сложная, российский народ явно убывает. Кроме того, очень сильные тенденции внутри России, я имею в виду, национально-освободительное движение усиливается, оно сейчас сильно на Кавказе, я думаю, со временем эта тенденция будет усиливаться в республиках по Вологде, прежде всего Башкорстане и Татарстане, поэтому через несколько десятилетий России просто не будет не до нас, и будет достаточно собственных проблем. Поэтому Россия пытается решить проблему восстановления империи, или частичного восстановления прежней империи именно сейчас. Именно сейчас, когда Казахстан очень слаб, население у нас в 10 раз меньше, чем в России, ну и власть Казахстана откровенно продажная, и меньше всего, по-моему, руководствуется национальными интересами. Я думаю, что второй президент будет иметь некоторые преимущества перед первым президентом. У второго президента нет такой бурной биографии, и манипулировать им будет чуть труднее, чем, допустим, Назарбаев. Назарбаев за 20 лет натворил всякого, есть и политические убийства по заказу охорды, и приватизация, и разграбление народного богатства, и семеноклановый режим, и многое-многое другое. Поэтому, конечно же, Назарбаев очень уязвим перед Россией. Мы помним, как несколько лет назад, когда Лукашенко проявил строптивость, сразу же по российским каналам пустили фильм о его персоне, и он предстал перед мировым сообществом как монстр. Но ведь второй будет уже зависимым. Да. Вот одно, возможно, преимущество будет у второго президента перед первым президентом, а то, что он будет не сильнее первого президента, в этом я тоже не сомневаюсь, потому что в окружении Назарбаева я вообще не вижу сильных, твердых, мужественных личностей. А что касается диктовки Москвы, то мы эту диктовку Москвы и Кремля чувствуем и сегодня. А, безусловно, второй президент будет, так сказать, согласован с кремлевскими правителями. Что делать нам? Ну, это будет для нас, для нации, для гражданского общества новым испытанием. Надо откровенно сказать, что испытания тоталитаризмом советским мы, в принципе, не выдержали. В советское время было очень сильное сопротивление на западе Украины, в советское время было сильное сопротивление в Прибалтике, в республиках Кавказа. На Средней Азии сильного сопротивления не было, я имею в виду после угасания движения басмачества, вот ближе к нашему времени 70-х, 80-х годов. И единицы диссидентов, но таких ярких личностей, каких их дали, например, республики Кавказа или там, так сказать, Прибалтики, на наш народ не дал. И я, вот теперь мы, так сказать, подвергаемся испытаниям по второму разу. И выдержим мы это испытание или не выдержим? Ну, покажет время. Я бы хотел верить в то, что народ все-таки сможет стать хозяином собственной судьбы. Но пока вот таких каких-то мощных, заметных тенденций народной толщи я не вижу. И, честно говоря, прогнозов у меня оптимистических на будущее нет. Как бы мы ни проиграли и второй этап. То есть ваш прогноз, что госаппарат, правоохранительные структуры, они все поддержат и будут, естественно, получается, подыгрывать? Безусловно, безусловно, госаппараты и правоохранительные органы будут поддерживать и будут делать все, чтобы, так сказать, цементировать эту власть второго президента, за которой будет стоять Кремль. Но тогда надежда на гражданское общество? Надежда на гражданское общество, но оно, к сожалению, еще не зрело, еще не готово. И, возможно, потребуется некоторое время. Нам нужны, конечно же, и сильные личности, и сильные организации. И нужно создавать культ жертвенности без тюрем, без арестов. Без этого мы цели не добьемся. То есть будет период репрессии? Безусловно, да. Да, если будут усиливаться движения снизу, безусловно, будут усиливаться и репрессии. И нам нужны люди, которые готовы на эти репрессии. Я знаю историю, допустим, немножко Польши, историю Западной Украины, прибалтийских государств, без всякого сомнения. Там всегда были личности. Конечно, их тоже предавали, их тоже вначале было не очень много. Но в целом общество, в котором нет личностей, готовых пожертвовать свободой, а то и жизнью ради, допустим, национальных интересов, это общество без будущего. Я надеюсь, что казахский народ таких личностей породит.